Привет! Хотел еще обозначить такую проблему, когда ученик решает численно-буквенный пример. Ну, например, упростите выражение, где идет раскрытие скобок, где идет сокращение дробей и так далее, приведение к общему знаменателю и так далее. Это может быть в разных классах, где-то после пятого, после шестого, вплоть до одиннадцатого, все это есть. Вот. Бывает такая проблема, что решает-решает, но бац, что-то потерялось. Тут что-то потерялось, тут что-то потерялось, и в результате приходим к неверному ответу. Почему это происходит? Вот я в одном ролике рассказывал о такой проблеме ловушка сложной задачи. Иногда бывает действительно так. Решается пример, и вот этот эффект сложной задачи, он срабатывает. То есть ученик решает пример и увлекается одним кусочком, только одним. И вот целостность картины теряется, увлекается одним, и тот забывает кусочек, и поэтому получается неверный ответ. Как этого избежать? Как этого избежать? Ну вот нужно себе напоминать, нужно тренировать себя, видеть пример целиком. То есть, например, если идет решение цепочкой, какой-то пример, у нас же идет, как обычно, равно, равно, потом идут вычисления, вычисления, пример, да, вариант. Потом опять равно, и мы идем дальше, переносим, к примеру, дальше какие-то действия делаем. Например, мы вот здесь что-то делаем, а здесь мы пока не трогаем. То есть, важно вот эту целостность не терять, не терять. То есть, если я вот здесь что-то изменил, а в другой части не изменил, я должен посмотреть слева направо и переписать то, что я не меняю, а потом то, что я меняю. То есть, не теряйте целостность картины, целостность примера. Тогда больше вероятность, что вы придете к правильному ответу. Это первый момент. И второй момент, который я хотел отметить, это следующий. Последовательность действий. То есть, к примеру, идет раскрытие скобок. Какой-то одночлен, к примеру, умножается, минус 5х2, к примеру, умножается на какую-то скобку. И там тоже может быть сумма одночленов. Сумма одночленов, к примеру, там, 4ax3 минус 12x. 12x просто. Когда мы умножаем, умножаем, нужно делать в такой последности. Знак, число, буква. Любой одночлен, число, оно состоит всегда из знака, из числа и из буквы. Я имею в виду буквенная часть. То есть, умножаем, к примеру. Сначала поймите, какой будет знак. Поняли этот знак? Запишите его. Потом, какое будет число. Поняли? Какое число? Записали. Потом, буквенную часть. Поняли, какая буквенная часть? Записали. То есть, не сразу там, я считаю, что будет минус 20, там, ах в пятой. Такой, ага, понял, записал. Нет. При таком раскладе, бывает, можно что-то потерять. Либо букву потерять, либо число. Внимание фокусируется на отдельной части. Особенно это проявляется у тех, у кого математика – это не самая сильная сторона. Вот. Поэтому, чтобы упростить эту задачу и не потерять ничего, нужно ее разделить на маленькие составные, на очень простые. Сначала знак понять, записать, то есть, память освобождается. Потом записать, понять число, записать. То есть, мне уже не надо думать о знаке. Не надо его держать в голове, моя голова свободна от этого. Записываю число, а потом только буквенную часть я записываю. И таким образом, я мою задачку разбиваю на три маленьких простых. И в каждой из них ошибиться уже намного сложнее. То есть, вероятность правильного ответа гораздо возрастает, становится больше. А если все сразу пытаться в голове несколько простых вещей, кажется, вот это просто, это просто, это просто. Ну, значит, все вместе тоже будет просто. Но это часто ошибка. Часто ошибка. Обязательно что-то потеряется. Вот поэтому первый момент, о котором я говорил, это постараться не терять целостность. И второй момент, это последовательность. Последовательность, в которой я буду решать. Знак, число, буква. Знак, число, буква. Вот это два простых совета, которые помогают не терять что-то при решении примера. Спасибо.